Ее задержало ФСБ 21 января. На тот момент, когда сдерживали, ничего особого не говорили. 26 мне официально пришел ответ. В соответствии с требованиями части 1 статьи 96 УПК РФ уведомляем, что 21 января 2015 года в 11 часов 35 минут по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, задержана ваша супруга. Да, вы думаете о своем. О месте ее содержания вы будете уведомлены дополнительно. Следователь по особо важным делам 1-го отдела Следственного управления ФСБ России, полковник юстиции. А вы знаете, где находится Светлана Владимировна сейчас? Да, теперь я знаю. Она находится в следственном изоляторе Лефортова. Вчера я передал ей вещи. Суть обвинения, мне известно, что она позвонила в посольство Украины и выразила какую-то позицию, которая якобы секретная была. А у вашей супруги что, был допуск к каким-то секретным сведениям? Нет, нет. Моя жена, она имеет высшее экономическое образование, но военного никакого образования у нее не было, никаких допусков, никаких, как говорится, проникновений. Поэтому я не знаю, какие могла она вообще сведения, как говорится, мать, многодетная мать, из вида из окна выудить, что-то сообщить такое секретное. Я не представляю просто, честно. Мы простые граждане России, как говорится, провинции. Ее задержали, что она якобы совершила, как говорится, эту государственную измену в апреле месяце 2014 года. Задержали ее буквально в 8 часов. Это произошло 21 января 2015 года. Участковый тут попросил в 8-15, где-то, как говорится, что якобы соседи на нас жалуются, что мы шум на себя ведем. Мы открыли, и тут вот эта оперативная группа этого ССБ ворвалась в нашу жизнь. У вас действительно, как пишут, окна квартиры выходят на воинскую часть? С нашей квартиры видно, да, видно часть воинской части, то есть участок. Ничего она не могла определить. Я вот просто предполагаю, что это был чисто эмоциональный звонок посольству Украины. Она видела опустевшую часть, что-то предположила, высказала своих пожеланий, чтобы люди не гибли, потому что Украина – это не только украинцы, это и русские, и все, как говорят. Мы все люди. Поэтому то, что происходит, это просто безобразие. Ничего она не следила. Никакой службы, естественно, не работало. Она слышала о маршрутах тактика, как один военнослужащий разговаривал с другим. На листе 35 ежедневника имеется запись, датированная 24.04.14, исполненная рукописным способом. Военнослужащие ГРУ ВСРФ в понедельник прибывают в Москву в гражданской одежде, как бы в частном порядке, за свой счет. Оружие планируют получить на месте, находиться, собираются до выборов, а дальше по обстановке. Возможно, эта информация поможет вам сохранить жизнь украинцам и целостность страны. Случайно слышала разговор военнослужащего по телефону с другим. Речь шла о ПП-40, о количестве, на сколько человек, кавычки, закрыли. Она не молчала, она делилась с друзьями, где-то спорила на улице. Позвонила по телефону в посольство. Не было цели ей навредить, например, России. Даже вот они при обыске здесь отметили слово «Россия» она пишет с большой буквы. Здесь вот, например, читаю протокол Лобовска 21 января. Фрагменты в ее дневнике, которые изъяли, но они вот отметили, как тут написано. Например, листок бумаги белого цвета с записьми, использованными машинописным способом. «Я, многодетная мать, ухудшается законодательство, права человека на выражение мысли. Рано или поздно могу столкнуться с открытым насилием против моей семьи. Все бандиты, которые сейчас в Украине, вернутся в Россию и продолжат мракобестие. Если в Украине борются за народ, то в России Путин борется с народом. Это все они изъяли. Я не рылся в дневниках у жены. Но вот эту запись они нашли и изъяли тоже. Жену я в этом плане поддерживаю. Я против войны. Я считаю, что сегодняшнее руководство России просто недостойно той страны, которую она возглавляет». Кто вы и супруга по профессии, но чем вы занимались в последнее время? Последнее время в основном охрана, частных охранных предприятиях, охранник. Моя супруга, но она по уходу за ребенком, у нее двухмесячный ребенок на кормлении грузью, наша маленькая Кассандрочка. Вот ее забрали, нам срочно пришлось приучать ее к искусственному питанию. У вас семь детей? Да, влаше два месяца, девочки. Я этим сотрудникам могу. Мать забирай, если прочее, они говорят. Выбирай, либо давай расписку, что ты отвечаешь в том числе и за это, за кормление. Либо мы их у тебя забираем, как говорят, сейчас вызываем опеку и прочее. Сейчас что вы будете делать вот в этой ситуации? Сейчас я буду стараться найти более независимого, может, адвоката. Доносить до народа как-то правду, до людей, до коллег, до знакомых. Потому что для меня это гласность, это инструмент, без которого не может быть свободы. Поэтому я намерен им пользоваться.